Приветствую вас, Ирина. Так называемое моральное истощение, о котором вы говорите, как правило, вызвано проблемой личной границы. То есть вот ваши личные границы, они очень сильно страдают, да? То есть, словно говоря, вы не совсем корректно выстраиваете отношения с людьми, вот, вы не совсем корректно выстраиваете отношения с своими близкими, вот, и в результате этого получается такая штука, что вы морально, как бы, истощаетесь. Вот. Собственно, что делать, да? Выстраивать личные границы и пересматривать свое отношение и взаимодействие с другими людьми. То есть, грубо говоря, вы не чувствуете себя защищенным. Вы не чувствуете себя, находящееся непосредственно в своей зоне комфорта. Вы не чувствуете себя, находящееся непосредственно в, как бы, своем естественном состоянии. И хочется, конечно же, защитить. Собственно, ваш сын, он достаточно хорошо обращает, ну, как вы себя видите, а именно, что вы все стараетесь делать за него, что вы многое позволяете. Вы обесцениваете, собственно говоря, себя. Плюс, видите свою ценность, ну, как вот, получается, исходя из того, что вы описываете, как получается, видите вы свою ценность исключительно в качестве пользователей. И, конечно, я понимаю, ваше желание такое самоустраниться, да, ваше желание, ну, как бы, сбежать от вот этого негатива, который, ну, который у вас есть. Но, на мой взгляд, сбежать от, сбежав от негатива, вы, скорее всего, будете к нему тянуться снова, потому что в таких отношениях, в отношениях не совсем здоровых, в отношениях, я бы сказал, зависимых, вы пребываете уже не первый, наверное, год. И, скорее всего, чем-то вас это устраивает, что это вы от этого получаете. Что получается, конечно, нужно выяснить, но пока выглядит все примерно в таком ключе. Не совсем, конечно, приятно. Вот. Поэтому здесь работать нужно исключительно только вот в этом направлении, ну, вот в таком направлении. Если мы, конечно, говорим о непосредственно терапии, да, направлении лишних границ. Вот. Значит, раздражение. Раздражение – это, по сути дела, является следствием упущения лишних границ, следствием нарушения лишних границ. Раздражение – это некие такие ориентирки, некие такие фонарики, которые показывают вам, что именно вам не нравится. Которые показывают вам, что именно не по душе вам. Которые показывают вам, что именно не по вам, что именно не так, как вам хотелось бы, допустим. И основная идея заключается в том, чтобы посмотреть на, значит, источника раздражения, вот, и сделать соответствующие перемены в вашем поведении по отношению к самой, допустим, себе и к людям, которые вас так влияют. В частности, к вашему сыну, который является продуктом вашего питания и который ведет себя так, потому что вы ему позволили. Позвольте, вы его так вести себя научили. И, на мой взгляд, это довольно важный момент, чтобы вы на это обратили внимание. В частности, в частности, в частности, к ребенку можно применить, ну, мобиль, да, мобиль. Эм, значит, ну, достаточно жёсткой любви, модель жёсткой любви, да, должна быть применена. Вот, эм, ну, в частности, например, эм, допустим, в частности, эм, передача, эм, человеку, эм, ответственности, эм, по, ну, вот, эм, полноценно, эм, за, эм, свои действия, да, за свое поведение, за эм, свои поступки, вот, эм, трансляция по человеку, эм, своих, эм, ну, желания, да, своих, эм, своих потребностей, вот. И, эм, обретение навыков, эм, без конфликтного общения, вот, который, ну, вот, собственно, необходим для успешного взаимодействия, эм, с людьми, не только, эм, с вашим сыном, но и, эм, со всеми людьми, вот. Эм, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. С точки зрения, опять же, эм, психологи, с точки зрения, опять же, эм, исключительно, исключительно, вот, навыков, эм, ну, скажем так, в, эм, взаимодействие, вот, эм, значит, эм, а, в целом, в целом, ваще, ситуация нуждается в, эм, эм, ну, я бы сказал, в, эм, корректировании, эм, вот. В целом, ваша ситуация нуждается в, эм, 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 в эм, ну, психотерапии, вот, вам нужна, эм, помощь, вот, вам нужна помощь специалистов, вот. Ну, для, для, вот, именно, эм, более, так скажем, эм, полной, для более полноценной работы. Вот, эм, на этом все, в принципе, надеюсь, что помог вам, эм, желаю всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.